Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Сейчас, скажете, после День Рождения наша Аруся потерялась. Да, ко мне пришли дети, весело, все вместе. Поэтому обсуждаем, разговариваем, будущие планы наши рисуем. Так что всё у нас хорошо, и хочу вам тоже желать хороший день, хорошего настроения. Ну, у нас очень много работы ждёт. Погода у нас хорошая, настроение тоже хорошее. Как бы не пасмурно, но такая спокойная, хочется лежать, думать, планы рисовать. Что-то такое интересное, новости для вас ждёт хорошие. Так что хочу вам желать всем хорошей, хороший день, хорошего настроения. Удачного дня, чтобы в этом году все достигли своей мечты. И также, я, дорогие мои, люблю вас, я с вами. И самое главное, самое важное для меня, забыла вам сказать, что огромное вам спасибо за вчерашние комментарии. За таких тёплых, красивых, приятных слов и мужчин, и женщинам. Огромное вам спасибо, низкий вам поклон из-за того, что выбрали платье. Я решила, всё оставлю и всё буду одевать. Так что огромное вам спасибо за такой красивый, приятный, тёплый, понимаешь. Такие слова я почитала вчера, я как себе 15 лет чувствовала, верите. Вот и комментарии мужчинам пишут, и девочки, и женщины, и молодые, и все-все. Низкий вам поклон за такое внимание. Я вас очень люблю, ждите, есть ещё хорошие новости. А вот и новости, дорогие мои. Посмотрите, наш клуб Савропольский нам подарил вот такую красоту. Хочу с вами поделиться, показать, и посмотрите, какая красота. Это просто меня, дорогие мои. Ой, боже мой. Ой, как она красивая. Ну, это просто шедевр. Дорогие мои, посмотрите, какую красоту отправила наш Ставропольский ком. Он каждый раз на день рождения моего сына что-то такое интересное отправляет. А это просто нарисованный. Вы посмотрите, какая красивая. Вот вы посмотрите, а какая она свежая. Даже не хочу нож в руку взять. Не хочу его резать, не хочу его пущать. Хочу его так смотреть и радоваться. Смотрите, какая красота. Вот красоточка, ну, нарисована. Вот, вот. Смотрите, какие живые. Сейчас ещё посмотрим, что у неё внутри. Какие ялечки у неё. Вот так, смотрите. Вот, будем обрабатывать. Доставать чёрную икру и с вами сделаем чёрную икру. Вам покажу, как чистить, как делается чёрная икра. Смотрите, какая красота. А как она свежая. Смотрите. Смотрите, какая чудо. Если хотите проверять, свежая или нет, вот где надо. Вот, где надо проверять. А когда она старая, то она рвётся. Посмотрите, какая стоячая. Вот, шикарная. А теперь сейчас будем его обрабатывать и доставать. Вот, видишь, воды. По-моему, икры нету здесь. Они снимали. А как икру снимают? Вот отсюда давит, а икра выходит. А у нас, вот видите, не выходит. Что, дураки, что ли, сикрой продать? Нет, даже икры не было. Посмотрите, что внутри. Икры нема. Ну, мы сделаем икры. Я вам покажу, какой я резала. Дорогие мои, к сожалению, здесь у нас чёрной икры нету. Хотите, покажу, как обрабатываете чёрную икру. Ну, у меня это мальчик, но ещё есть девочка. Близко покажи. Вот, смотрите, как я чистила. Смотрите, какая она свежая. Видите, вот чем отличаться. Какая она тяжёлая. Вот, смотрите. Посмотрите, как чистили. Ещё помоем, конечно, каравашина. Дорогие мои повара, теперь помогите мне по рецепту, как что готовить, что не испортить такую красоту. Жду. Смотрите, это же один раз не кушаешь. Это же надо 3-4 раза готовить. Но мне рецепты нужны. Ассортимент и шикарный. Подскажите, пожалуйста. Да-да-да-да-да. Вот, посмотрите, порезали, как смогли. Хвостик точно это моё будет. А ещё жду вашего рецепта, дорогие мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok